Всем-всем огромный привет! Меня зовут Светлана и вы на канале Светлана Калифорния Кантри Сайт. И тема сегодняшнего видео мне подсказала одна моя зрительница. Как проверить криминальное прошлое американских женихов? В самом начале видео я хочу несколько слов сказать. Во-первых, ребята, вы понимаете, что моё мнение субъективное. Во-первых, я могу ошибаться. Во-вторых, естественно, моё мнение может отличаться от вашего мнения. Поэтому было бы здорово, если вы напишите в комментариях. Если вы согласны, поддержите меня своими комментариями. Если нет, пожалуйста, критикуйте сколько хотите. И если у вас есть опыт по этому вопросу, это вообще было бы супер здорово, если бы вы поделились с нами своей информацией. И сегодня видео я записываю для моего плейлиста, который называется «Замуж за американца, замуж за иностранца». Кому интересны другие видео в этом плейлисте, пожалуйста, вот сюда, в правый уголочек заглядывайте. Я для вас повешу этот плейлист. Да, и несколько слов для тех, кто впервые попал на мой канал. Ребята, специально для вас я оставляю в описании под видео краткую характеристику моего канала и ссылки на самые популярные и интересные видео. А мы с вами начинаем. Итак, как же быть? Вы познакомились с американцем, и вроде бы вы понимаете, что человек реальный, что это уже не скамер. Мы не будем здесь рассматривать, знаете, вот эти ситуации, как там скамеры, не скамеры. Бывают, из Африки пишут, там ребятушки развлекаются, или из других там, я не знаю, стран. Это мы не рассматриваем. Вы познакомились с реальным американцем. И вроде бы вас всё устраивает, но у вас есть опасения. А вдруг, а вдруг он какой-нибудь там, я не знаю, насильник или там убийца, или ещё там наркодилер, или наркоторговец и так далее. Итак, итак, что мы делаем? Первое. Вам нужно имя, фамилия и город, в котором он проживает. Вбивайте это. Ну вот я пользуюсь Google поисковиком. Вы вбиваете всё это в Google, и вы найдёте достаточно много информации, потому что, ну, американская система так устроена, что люди пользуются активно, активно интернетом, и оставляют, естественно, очень много о себе информации. Компьютер анализирует всё это, и вам выдаст очень прилично, много информации. Там и адрес, и чем он занимается, и возраст. Даже если, знаете, одна женщина, как-то меня спросила, это уже было больше, чем полгода назад, она мне написала письмо и спросила, ну, уточнить информацию по мужчине, с которым она общается. Вот, и я стала проверять точно так же. Я вбила там имя, фамилию, место жительства, и оказалось, что этот мужчина на сайте указал возраст, ну, помоложе поставил. И я всё это женщине всё это ответила, она немножко так посмеялась, но остальное это всё совпадало, понимаете? Поэтому вы точно так же. Вся информация находится в открытом доступе. Всё, что вы не можете найти в открытом доступе, а это уже идёт закрытая информация, личная информация. Вот лично моё мнение, я повторяю на субъективное, но лично моё мнение, есть такие сайты, специальные сайты, где вы можете, ну, как бы, как многим кажется, заплатить там небольшую сумму, 6 долларов, 15, 20, 25, иногда 40 долларов, и вам этот сайт за денежки выдаст весь бэкграунд. Вот. Но, ребята, вы должны понимать, в Америке законы работают, и вся личная закрытая информация, вы её можете получить только с согласия владельца этой информации, либо эта информация может быть предоставлена только спецслужбам, таким как полиция, я даже не знаю, каким ещё, ну, или вот, например, USCIS, или, как русские называют, ЮСКИС, да, служба гражданства и иммиграции США. Эта служба, это у нас подразделение Министерства внутренней безопасности США, это именно та служба, куда вас, жених, будет подавать петицию. И если у него найдут какие-то нарушения серьёзные закона в прошлом, то ему просто будет отказано в петиции. Поэтому вот моё, мой вам совет, не парьтесь. Большинство американцев, законопослушные люди, они стараются даже вот в деталях, в каких-то мелочах, не нарушать никаких законов. Вот. Поэтому, если вы найдёте реального человека, познакомитесь, вот эта вся информация, которую он вам скажет, вы проверяете всё, что находится в открытом доступе. Если здесь идут совпадения, всё, не парьтесь. Всё остальное проверит вот эта служба USCIS. Весь его бэкграунд или криминальное прошлое. Ведь то же самое от вас. Когда вы будете подавать документы на визу K1, вы должны будете взять справку из полиции. И вот таким образом USCIS проверяет вас. Потому что, ну, сами они, не знаю почему, не запрашивают на каждого такие справки. Но это тоже считается как бы личной информацией. И вы лично будете получать в полиции эту справку и предоставлять эту справку уже, ну, куда там, в посольство, по визам. Короче, вы поняли меня. Что я могу вам посоветовать? Найдите. Вот, когда я получала мою визу K1, вместе с моим паспортом в конверте мне пришёл вот такой распечатанный документик. Или я его потом распечатывала где-то. Ну, по-моему, он пришёл мне как раз вот там. Я уже даже не помню, откуда я его взяла. По-моему, там он вместе мне пришёл. Называется здесь документ этот так. Вы его найдёте. Информация о юридических правах, которыми обладают в США иммигранты, жертвы бытового насилия. И сведения об иммиграции по брачной визе. И вот здесь всё. Что такое цель этой маленькой брошюрки? Что такое бытовое насилие? Какие юридические права имеют жертвы бытового насилия? Какие услуги доступны? Все, значит, телефоны, адреса. Что делать и как быть, если что-то пошло не так? Всё здесь есть. Следующий момент. Здесь горячие линии и так далее. Следующий момент. Если вы просто, например, в Google наберёте «Помощь иммигранту в США». Вот я когда набрала первый, первая строка, вышла как раз документ, который называется «Руководство для новых иммигрантов». Я вам дам ссылку в описании на этот документ в формате PDF. И это официальный сайт USCIS.government. Вот ссылку на этот документ я дам вам в описании к этому видео. Загляните в описании, если вам нужно, вы найдёте. Ещё что я могу порекомендовать. Значит, вот я уже, правда, в каком-то из видео я просто сейчас повторила всё то, что я уже раньше говорила. Но раз был ещё раз такой вопрос, я ещё раз это всё объяснила. Вот смотрите, как вы можете ещё себя обезопасить. Первое. Я очень рекомендую первую встречу назначать на территории, которая удобна вам с человеком, да, с вашим женихом. Ну, если это удобно в ваш город, если это большой, крупный город, пригласить человека, да, или вы, например, живёте в маленьком городке, пусть он приедет в соседний, но крупный-крупный город, снимет там гостиницу, и вы приедете. Так можно встретиться. Там вы решите, понравился вам человек или нет. Если всё хорошо пошло, обязательно, обязательно постарайтесь сделать так, чтобы вы могли приехать и посмотреть, где он живёт, в каком окружении. И понравится вам это, не понравится. И опять же, вы ещё раз проверите этого человека. Потому что даже когда подаётся петиция, потом довольно долгий срок ожидания. Мой муж, когда подал петицию, это было лето, я уже даже не помню, что там было, да, так мы ещё несколько раз встретились с ним. После того, как он подал петицию, я помню, что я прилетала по туристической визе ещё сюда, в Америку. Потом мы были в Португалии. А потом я уже, опять же, по туристической визе сюда приехала, чтобы ждать здесь. А потом, когда одобрили петицию, все мои документы там рассмотрели, всё было готово для собеседования. Вот тогда мы с ним вместе полетели в Россию на это собеседование. Вот так было. Вот, что ещё? Когда вы поедете сюда, например, его навестить, но вы боитесь, вы там не знаете, да, так вот, найдите, это сейчас очень легко найти. Вокруг, это даже на карте можно найти, на карте Google, какие-то, я не знаю, русские организации. Запишите там телефоны. Запишите себе церкви, церкви. Если, не дай бог, что-то случится, вам смогут там помочь и деньгами, и кровь предоставят, и накормят вас, и обогреют, всё помогут. Вот. Обязательно его, своего жениха спросите. Пусть он позаботится, что... Пусть он, как бы вы так скажите, что... Ну, какие там русские общины, или какие-то русские, может быть, он знает кого-то. Если он нормальный человек, он обязательно вообще сам первый раз узнает про всех. А они, как правило, знаете, в своём местечке проживания, так они вообще тут всех знают. Вот. И уже будет для вас какая-то поддержка. Возьмите эти телефоны, всё себе запишите. Мало ли что, обязательно вы должны знать телефон... Ну, вот этот 911, если что-то случится. Но единственное, там, там, я не совсем уверена, там на английском языке как бы начинают с вами разговаривать. Но, возможно, если человек не знает языка английского, да, но он как-то сможет хоть немножко объяснить, что ему нужен переводчик, может быть, даже дадут переводчика, чтобы человек мог объяснить свою проблему. Вот, потому что сейчас онлайн можно всё делать, абсолютно всё. Я по какому-то вопросу... Даже я не помню. По какому-то вопросу мне кто-то позвонил, и я не очень хорошо... Как бы ещё тогда, больше года назад это было, с английским у меня было. Вот, и я просто спросила, говорю, а можно мне переводчика? И всё, и человек, вот, ровно там, я подождала, может, минуту, и нашли мне переводчика, и через переводчика мы уже разговаривали и общались. Здесь, кстати, даже и в медицинские учреждения, когда вы обращаетесь по телефону, вы можете попросить переводчика, и часто вот компании, у них есть такая услуга. Это вот то, что я могу вам посоветовать. Пожалуйста, кто обладает хоть какой-то информацией, пожалуйста, оставьте, напишите нам в комментариях. И огромное всем спасибо, кто написал хорошие комментарии, поддержали мой канал и меня. Ну и кому не понравилось. Кому не понравилось, ребята, извините, может быть, вы просто ошиблись с каналом. Всех-всех благодарю, кто смотрел это видео, кто оставил комментарий. И, ребята, встречаемся с вами в следующую пятницу. Всех целую, обнимаю, пока и всем удачи!